Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас тема нашей беседы со столь уважаемыми товарищами, нашими старатниками, Земские соборы Царской России. В гостях у нас Владимир Ильич Большаков, русский философ, доктор философских наук, профессор, постоянный член сборского клуба. Владимир Ильич, я попрошу вас еще, добрый день, если можно, представить нам своих товарищей, потому что Михаил Михайлович-то мы знаем хорошо по тем передачам, которые с ним проводили, а вот с Александром Черновичем мы тоже не очень хорошо знакомы, то есть первая наша встреча такая, если можете представить. И вот тут есть еще один представитель Инессы, я не знаю, кто, честно говоря, потому что... Я, кто Инесс, я тоже не знаю, а Александр Федорович, я с удовольствием вам представляю, а Инесс, это тоже известный человек, сейчас представлю. Александр Федорович представляет, не представляет, является руководителем имперского союза, имперской войсковой миссии, я думаю, я правильно называю, имперская войсковая миссия. Это есть представительство зарубежной церкви, которая сформировалась в недрах русской эмиграции первой волны и которая укрепилась благодаря чуду, происшедшему лет 20 назад, мироточению державной иконы царя-мученика Николая. И вот, как вы знаете, 20 лет эта икона странствовала по всему миру, и разные люди... Включение Савченко звонит, дайте ответить в него. Алло, алло, Евгений Степанович, рад вас слышать. Да, добрый день, рад вас слышать, вам приветствую от всех наших участников. Если вы хотите подключиться, значит, входите в Zoom, если нет, я пошлю вам потом, пошлю вам потом. Хорошо. В Zoom, я в Zoom, ну то есть в эфире в Zoom, а вообще в Москве, конечно. Нет, нет, это просто в Zoom, ну мы из разных мест соединяемся в Zoom. То есть, тема, ну, продолжение всех наших проблем. Так что, если сможете присоединяйтесь, если нет, я вышлю вам потом. Спасибо, спасибо. Я прошу прощения, ну, Савченко Евгений Степанович, уважаемый наш соратник, может сказать, наверное, лучше выключить телефон, чтобы он не отвлекал нас. Так вот, Александр Федорович не новичок в этом нашем движении, он в течение уже лет 25 даже более участвует. И интересен тем, можете сейчас воспользоваться этим эфиром, тем, что он лично бывал и посещал монастырь отца Серафима Роза в штатах. Он был келейником митрополита Лавра, руководителя зарубежной церкви, который, собственно, и обеспечивал и молитвенно, и реально объединение церквей. Ну, и земскими соборами занимается, наверное, тоже лет 20-25, собирал Черноморский земский собор в свое время, потом Кубанский. Но вот на каком-то этапе ушел вот такой молитвенный подвиг и сейчас возвращается уже вместе с иконой царя-мученика и с огромным опытом. Так что прошу любить и жаловать. И вот Сагал, я смотрю, Дмитрий Алексеевич присоединился. Это организатор фестивалей. Вы помните, мы рассылали вам информацию. Фестивали «Русский мир», которые начались несколько лет назад в Сергиевом Посаде, как областные, а потом приобрели масштаб общероссийских. И сегодня это очень заметное явление на просторах русской цивилизации. Дмитрий Алексеевич, я вас приветствую. И, значит, я думаю, что его, ну, Михаил Михайлович просто знает, как брата, там кто-то знает мнение. То есть это все наши люди, соратники, родные, близкие. Я тогда могу начинать говорить, как, Александр Иванович? Да, конечно, да, Владимир Ильич, пожалуйста. У нас сегодня тема связана с земскими соборами. Я просто хочу сказать, что мы, я так понимаю, мы начинаем подготовку непосредственно к Всероссийскому земскому собору. И вот это, наверное, наше первое видео в рамках этой подготовки. Пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что уж прежде чем, если мы выходим на такую финишную прямую из Созова земского собора, прежде, наверное, надо объяснить, а почему, собственно, мы об этом говорим, что за такая проблема, других, что ли, нет. И почему без этого института мы не сможем преодолеть те проблемы, которые перед нами стоят. И вот здесь, конечно, главная тема, которая будет у нас, это вокруг соотношения русской цивилизации и так называемой западной или западноевропейской цивилизации. И вот, конечно, вы все видите, что сейчас там происходит. Я особенно смотрю сейчас там, когда в Германии идет смена лидеров, идут выборы. И вот не знаю, что мне плакать или смеяться, или что делать. Просто я изнемогаю, глядя на это. То есть совершенно поразительная вещь. То есть очевидно совершенно, что Европа умирает. Просто видно, как она умирает. И я, как профессор, конечно, студентам, это говорил и 20 лет назад, и больше, и меньше. Но тогда было это трудно сделать, потому что она, хоть и, как говорят, загнивала, но очень увлекательно пахла. А сегодня не надо убеждать. Просто пусть посмотрят сами и убедятся. И в чем ее неизбежная кончина? В том, что они себя заграли вот в такое русло, которое ведет к погибели. Это русло называется парламентаризм. Парламентаризм как порождение так называемого классического либерализма. То есть когда-то людей убедили, особенно людей, разумеется, европейцев, убедили, что надо уходить от традиций жестоких, когда там все это прописано по рождению. И вот надо раскрепощать себя и жить свободно. И вот эта свобода была оформлена в результате этих канонов, так называемого, классического либерализма. И путем нескольких великих революций был действительно разрушен старый мир. И Европа пошла по пути новой жизни, по пути демократии, как она называла. И, конечно, сегодня уже очевидно, что все, она умерла. Ну, посудите сами, вчера там объявили по телевидению, что вот достижение Германии, что первый трансгендер министр в новом правительстве. Ну, это же, мы понимаем, что это просто конец, конец. Трансгендеры уже будут управлять как правители Германии. Это все-таки не только Германия Гитлера, это еще и Германия Геота, Шиллера, это Германия великих живописцев, немецкая школа известная. И, конечно, жалко смотреть на эту гибель Европы. Ну, так же, как, впрочем, жалко мне всегда размышлять о том, как вот, казалось бы, вдруг неожиданно погибла Великая Российская империя. Ну, так же, как жалко, когда бываешь в Риме, смотришь эти форумы, колизеи, и понимаешь, что, ну-ка, какие великие люди это создали. Ну, все, их нет, это погибло. Что удастся спасти, это уже, как бы, вопрос такой немножко в стороне от нашей темы. А наша тема состоит в том, как спасти Россию, как спасти русскую цивилизацию. Ну, так же, как нельзя было спасти Европу, так же можно, у нас еще есть шанс спасти Россию. То есть это вернуться на свой путь, на путь своего цивилизационного развития и признать, что самый страшный враг, который погубил, губит уже на глазах Европу и погубил бы Россию, если бы мы от него не отказались, я думаю, мы сегодня от него откажемся, это парламентаризм. Парламентаризм. Казалось бы, такое слово благородное, парламентаризм, это же прекрасно, это дискуссия, это обсуждение, это народное мнение. Но когда смотришь на этих людей, особенно германцев, они такие все-таки немножко технокрады, как они к этим урнам бегут, с какой надеждой, что их голос будет услышан, что им мнение будет учтено. Ну, понимаете, просто диву даешься. Ну, может быть, там, конечно, и за них не особенно стыдно, а за русских людей очень стыдно. Но ведь в нашей русской мысли это давно было проанализировано и описано, давно и детальнейшим образом. Ну, вот все мои труды я могу показать, я немало поработал тоже на этом поприще, но я ничего не придумывал, я просто изучил то, что было сделано в русской цивилизационной мысли за последние, там, 200 лет примерно. То есть это классика русской мысли, это Хомяков Алексей Степанович, его знаменитые работы по истории Софии, его начало славянофильского движения, которое правильно было назвать просто русской идеей, то есть разработка русской идеи. Братья Кириевские, Иван Кириевский особенно, это Аксаковых вся, это семья Аксаковых, Сергей Тимофеевич отец, особенно Иван Сергеевич, это Данилевский Николай Яковлевич, это вообще глыба, глыба русской мысли, Леонтьев Константин. То есть у нас это все описано, ну, более поздние там работы даже уже в начале 20 века целый ряд мыслителей писали, это все не просто описано когда-то, давно было, это сегодня издано, вы знаете, есть такой институт русской цивилизации, который возглавляет Платонов Олег Анатольевич, ну, у него несколько десятков работ славянофилов переиздано заново, ну, берите и читайте, и прочитав эти работы, вы будете со слезами смотреть на вот это, какой-то маскарад похоронный, то, что мы называем там свободным демократическим выбором, ну, это просто уму непостижимо. Ведь задача, задача врага рода человеческого состоит в том, чтобы атомизировать народ, чтобы разделить, чтобы каждого отделить от общности и чтобы каждому дать индивидуальное задание, которое ведет к погибели. Особенно, конечно, этому способствует так называемая цифровизация, когда вообще даже и общаться не надо, даже на тот избирательный участок не надо ходить. И вот это, сегодня это особенно актуально, потому что мы все признаем, и никто, в общем, не пытается отказаться от этого, что идет гибридная, так называемая, ментальная война. Ну, что это такое? Это означает, что оружие в этой войне, не танки, не БТР, не пушки, оружие в этой войне, это менталитет, это смыслы, это все то, что формируется, исходя из вот таких цивилизационных философских ценностей. И, конечно, парламентаризм как способ, ну, или точнее, как то, это мормышка, которую бросили миру, что, вот, дескать, вот вы выражаете таким образом свое мнение. Ну, это же полная чушь. Я хочу даже к американцам выразиться, с которыми я неплохо знаком, когда ты был американистом. Ну, вот помните старого старика Джорсефа Кеннеди, который воспитал одного президента, двух кандидатов и так далее. Он же говорил простые слова. Для того, чтобы быть избранным в Сенат, нужны три вещи. То есть, первое – это деньги, второе – это деньги, и третье – это деньги. Все, больше ничего не нужно. Ну, господа, товарищи, а что у нас в Думу по-другому, что ли, делается? То же самое. Эти же три вещи нужны, эти же три вещи обеспечивают человеку как бы выражение того, что называется как бы народный представительство. Ну, какое это представительство? Это возможность через деньги, то есть, через золотой телец влиять на умы, настроение и на самовыражение народа. Если для Запада это более-менее естественно, потому что для них золотой телец – это Бог. Они Ему поклоняются, они Ему служат, они ради Него все делают, они вокруг Него крутятся. Для нас это же не Бог, это, в общем, как бы не совсем презренное, но все-таки не первостепенное явление. Да, без денег очень тяжело прожить, но не это главное. Главное для нас тогда рассмотреть, вот в чем судьба или миссия русской цивилизации, какие ее цивилизационные ценности и как, и чем отличается от западной. Вот здесь такой образ в свое время Иосифу Виссарионовичу, как вы, помните, по-другому прошли и сказали, Иосифу Виссарионовичу, а какая вот хуже, какой хуже оппортунизм, левый или правый? Ну, его был известный ответ – оба хуже. То есть понятно, что от той золотой середины, от той истины, по которой мы идем, отклонение что в одну сторону, что в другую – оба хуже. И вот если такой образ себе представить, как такой гребень, гребень горный, вот по вершине этого гребня мы идем по такой сложному пути спасения. А вправо и влево – это обрыв, пропасть, никаких шансов спасения нет. Я хочу обратить ваше внимание на этот образ, что мы идем не по серпантинам, то есть нет стены, к которой мы можем прислониться. Мы идем так, что и справа, и слева – обрыв. И вот если говорить о парламентаризме, то какой это обрыв? Вот эти обрывы нам продемонстрированы. Они оба идут с запада. Первый обрыв – влево, вправо, как хотите считайте. Это классический парламентаризм. И он был создан, задуман в умах европейцев, реализованный. Сейчас там идет по гибели Европу. И он в течение, по крайней мере, ста лет упорно навязывается нам. Ведь эти, так называемый, думский период развития русской государственности, не что иное, как попытка нам навязать этот же парламентаризм. Что такое дума? Вы помните, кто победил в Первую думу известная кадетская партия? Они в дворянском зале дворянского собрания праздновали победу, выкинули всех там наших высокородных дворян, потому что они стали никто. Все солью земли стали не традиционные ценности, а политические. И эти партии свалились, как черты с табакейки выскочили, и стали властвовать умами. И, конечно, жаль, что так получилось. Хотя уже в то время было очень много работ, которые могли бы просветить народ. Что думская практика, парламентаризм – это погибель. Нельзя идти этим путем. И государь пытался созвать собор, пытался вернуть Русь на путь соборного развития, на свой цивилизационный путь. Он же с 906 года готовил то, что мы сегодня готовим. Более 10 лет. А почему он стал готовить? Потому что он, когда собрал Синод во время русско-японской войны, понимая, что все уже запахло порохом, надо что-то решать. Собрал Синод и сказал, вот видите, 200 лет у нас нет патриарха. Вы, как он сказал, тоже думаете о том, что надо как-то вернуть патриаршество. А вот что вы думаете насчет этого предложения? Вот я готов оставить трон, передать его своему наследнику Алексею, при регенстве императрицы, а сам посредством монахи и стать вам патриархом. Как вам? Угоден ли я такой патриарх или нет? И они все ошалели. Ну, представляете, император, который на щелчок мог сказать всех, через Синод, там, ну, что угодно. Он мог любой приказ отдать, и они все бы подчинились. Он им предложил себя, чтобы они его пожаловали своим патриархам. И они никто не проронил ни слова. Потом они рвали волосы на себе, говорили, как же так получилось, что мы не оценили, не поняли, что это благородный жест и так далее. Ну, он, конечно, человек гордый и достойный, молча посмотрел, гневно на всех них и вышел. И вот с тех пор он понял, что все, ну, если даже в среде руководства русской церкви нет понимания того, что надо вернуть истинную соборность в русло русско-политической жизни и вообще в социальной жизни, то, конечно, это беда. И он начал готовить собор. Готовил он его больше десяти лет. И подготовил. Когда собрался собор? В семнадцатом году. Тогда, когда Россия уже была в пропасти Смуты, а сам государь уже был в Тобольской ссылке. И надо сказать, что ни один из соборян, которых он подготовил, ну, это поместный собор 17-18 года известный, ни один из соборян не сказал, что, ну, господа, ведь нас собрал-то государь, а он в ссылке находится. Давайте хоть какое-то ему приветствие пошлем, что ли, или выразим недоумение, почему так получилось, что мы здесь, а государь там, который нас собрал. Потому что на соборах, как известно, главенствует либо патриарх, либо его, если нет, император. Патриарх, как известно, 200 лет не было, а император был в ссылке. И, тем не менее, собор состоялся, заседали много месяцев. И тут надо с иронией сказать, что если бы не большевики, я, конечно, с иронией это говорю, то, наверное, соборяне до сих пор бы заседали. Но большевики начали обстрел Кремля, и они вернулись на грешную землю и решили срочно хотя бы избрать патриарх. И поэтому единственное такое социально-политическое действие, которым завершился собор, это избрание патриарха Тихона. Ну, как известно, он уже сегодня причислен к лику святых, сделал много полезных деяний, то есть фактически была восстановлена, ну, или, по крайней мере, одна из ветвей власти. Но деяния собора, я прошу обратить на это внимание, деяния собора, земского собора 17-17 года, они были в течение трех поколений сокрыты. Никто не знал ничего о соборе. Только вот в результате этих всех событий 90-х годов эта информация стала доступна, и отец Владислав Цыпин сначала там отдельные, стал работать, публиковать, потом общие. Ну, и сегодня, конечно, это общедоступно. Но представьте себе, результаты деяний поместного собора неизвестны сто лет обществу. Они общедоступны, это не значит, что они общеизвестны. Выйдите на улицу и спросите любого молодого, да и немолодого человека, что он знает о поместном соборе 17-17 года. Уверяю вас, скажут, что не знает ничего. И вообще, что не знает, что этот собор был когда-то. А ведь этот собор должен был завершить 200-летний период развития русской государственности без патриарха. Эта искалеченная форма государственности, она больше напоминала, ну, такой западный индивидуализм, за, ну, как мы говорим, западноевропейскую форму государственности. Несвойственную России. И тем не менее, вот в этой искалеченной форме 200 лет Россия просуществовала. Это, в общем, надо удивляться тому, что такое могло произойти. Потому что она должна была бы, конечно, исчезнуть. И действительно, по всем формальным признакам, она исчезла. Ну, все дело производства велось на французском, на языке в МИДе разговаривали все, на французском, немецком, ну, на каком угодно, только не на русском. И, в общем, фактически России как таковой не было. Было две России. Россия элит или интеллигенция, и Россия народа. Между ними была пропасть, глубочайшая, непроходимая пропасть. И, конечно, эту пропасть можно было бы преодолеть. Но только в том случае, если бы все, вся элита, то есть все общество, которое имело право голоса, сплотилось бы вокруг нашего государя, своего императора. На деле, как мы знаем, произошло строго обратно. Его предали все. И вот сейчас, когда архиереи особенно там говорят, что вот, Деск, церковь там выстрел. Церковь вся просто была. Вся поголовно предатель. Из всего церковного священначали только один митрополит Макарий Невский отказался от той формулы, которую навязывает молиться за благоверное временное правительство. А все остальные, которые сегодня в реке святых, там мы им молимся и так далее, они с радостью уносили трон императора из зала заседания Синода. С радостью, с той же радостью, почему они и не приняли эту жертву императора. Потому что князь Живахов, последний прокурор Синода, об этом очень четко описывает, что, к сожалению, русская революция явила нам не только эти мундиры, не только манишки и галстуки каких-то думских краснобаев, но явила и архиерейские митры. Среди них тоже было очень много революционеров. Они все мечтали о другой церкви. Зачем им нужен был император, который придерживается традиции? Им нужна была свобода. Вся церковь, как вы знаете, она просто исчезла. Она превратилась в обновленческую церковь. И тут опять, это, конечно, опять же с иронией, но опять надо признать, что опять большевики спасли церковь. Они поставили всех архиереев перед той суровой действительностью, которую они, в общем, всему народу предложили. А действительность такая. Они освоили очень хорошую технологию управления голодом. Вот если ты готов отказаться от прошлого, подчиниться новым бредовым идеям марксизма, ленизма, то ты получишь продовольственный паек. А если не готов, ну, извини, будешь умирать с голодом. Это казалось всех, кого угодно, и великих князей, и архиереев, без разбора ученых. И поэтому княжные выходили замуж за матросов балтийских, только потому, что у матросов был продовольственный паек. Остальные вынуждены были умирать от голода. И, конечно, от этого воспитания, такого очень, конечно, эффективного, хотя и зверского, очень быстро церковь образунилась. И, как вы знаете, за несколько лет 20-х годов вся она от обновленничества отказалась и вернулась к патриарху Тикону с покаянием. Буквально несколько лет понадобилось. До сих пор мы знаем, что были там так называемые обновленческие митрополиты, там чего угодно было. Но в итоге она вернулась, вернулась, и известная потом декларация митрополита Сергия, она до сих пор обсуждается как какая-то теоретическая проблема, когда он сказал, что беды советской власти это беды церкви, и радости это радости церкви. То есть, фактически объединил церковь с судьбой советской власти. Конечно, мы сейчас, я думаю, эти вопросы обсуждать не будем, они болезненные, они требуют анализа, но, во всяком случае, церковь вернулась к обществу вот этому отрекшемуся от Христа общества и стала его защищать. И, как мы знаем, она защищала и Великую Отечественную войну, и тогда же она, собственно, и возродилась как настоящая церковь. То есть, что, о чем говорит вот эта история, если вернуться к анализу той столетней давности. Она говорит о том, что если мы встаем на путь парламентаризма, то мы неизбежно ведем Россию к краху. к краху, который может быть спасен только путем полного уничтожения всей элиты, такого страшного кровопролития и так далее. Спустя сто лет что произошло? То же самое. В 90-е годы, как вы знаете, кто помнит, постарше хорошо знает, что в каждом ЖЭКе формировалась какая-то партия. В первый список выборов порядка 50 партий было. Кого только там не было. Анархосиндикалисты, кадеты, эсеры, ну, просто жуть, перечислить все это невозможно. Ведь это же все было не так давно, всего-то каких-то 30 лет назад. И этот разгул парламентаризма, ну, потом он немножко был как бы введен в такое перестроечное, бандитско-перестроечное русло, расстрелом Белого дома, когда Верховный Совет сменился так называемой Думой, которая до сих пор является якобы выразителем мнений народа. Ну, кстати, сказать, то, что первый вариант был Верховного Совета, это может быть какая-то хотя бы семантическая попытка немножко оздоровить тему. Ведь в свое время, в советское время, даже в советское время, ведь был же Верховный Совет, который из двух палац состоял. Совет Союза, Совет Национальности. Ну, все разумно, да, Совет Союза представляет все регионы Союза, Совет Национальности представляет все национальности Союза. Ну, конечно, может, там было тоже много всякого безобразия, когда там доярки или там замечательные комбайнеры вдруг оказывались в числе избранников народных, об этом даже не подозревая, но это другой вопрос. Это уже вопрос технологии, но хотя бы по структуре все было более-менее понятно. Потом известный расстрел Белого дома и в результате кровавой диктатуры, кровавой конституции 93-го года, которая, слава Богу, все-таки немножко подкорректировалась за последнее время, вот мы пришли к той форме парламентской демократии, которая есть сегодня. Так вот, если бы сегодня разбудить товарища Сталина и задать ему вопрос, Иосиф Иванович, ну какие же сегодня эти вот оппортунистические движения хуже? Мы бы оба хуже. То есть сегодня две крайности есть. Одна крайность это либерально-демократическая, то есть тупое следование лекалам западной цивилизации. И как бы олицетворение этой крайности это товарищ Жириновский, который уже 30 лет выражает волю народа, хотя почему он это выражает, я не понимаю. Я лично ему такого доверия не давал. Но тем не менее включите телевизор, вы увидите по любому вопросу на любых передачах первый будет говорить Жириновский. Но кто он такой? Ну это инвалид вот этой либерально-демократической формы умопомрачения. А другая крайность это товарищ Жюганов. Тот человек, человеком-то его трудно назвать, который решил сделать вид, что все эти бредни марксистско-ленинские не привели к тем миллионным жертвам, которые привели. Что там кто-то что-то не так подумал, а теория это была прекрасной. Давайте мы ее вернем, эту теорию, но только назовем Иисуса Христа первым большевиком и там еще всякие коррективы несет. Но это просто бред сумасшедшего. Однако этот бред с экрана телевизора мы ежедневно смотрим. Просто диву даешься. Если молодые люди, сейчас уже там есть его последователи, я их всех называю условно-инвалиды Октябрьской революцией. Понятно, что среди этих людей есть те, которые в силу образования свое отсутствие, точнее, образования в силу профессии, в силу ряда причин, они не могут осознать, что произошло за все эти три поколения советского периода. Они просто помнят, что в советское время образование было хорошее, здравоохранение, система отдыха, защиты и так далее, чтобы было вроде хорошо, а сейчас плохо. Ну, так, давайте, раз было хорошо, а сейчас плохо, давайте вернемся к тому, что хорошо. А вот как раз Зюганов предлагает к этому вернуться. Но Зюганов-то, доктор наук, это же понимает, он же знает, сколько миллионов жизней полегло, сколько трагедии принесла эта бредовая совершенно марксистско-ленинская дома, когда ценности русской цивилизации, которая покоится на христианских основах, были просто искалечены, то есть взяты все, возьмите, кто постарше, помнит, мы же изучали там первый параграф партии, устава партии, там все, берешь, берешь христианский символ веры, там прочее, все, оттуда взято, все, кроме Бога, то есть это попытка построить безбожие царство, а как известно, если человек отворачивается от Бога, то он неизбежно попадает в руки дьявола, это аксиома, и тут можно сколько угодно рассуждать, если кто-то думает наивно, что нет, дескать, возможен какой-то третий путь, невозможен никакой третий путь, либо ты с Богом, либо ты без Бога, а значит с дьяволом, и вот понимая, что перед нами стоит задача не повторения прошлых ошибок, а именно спасения России, мы, конечно, осознаем, что главный враг, я не оговорюсь, это именно так, главный враг в условиях ментальной войны, это парламентаризм, вот то препятствие, через которое мы должны обязательно пройти, разрушив его, но разрушив не реально, разрушив теоретически, объяснив всему миру, какое зло идет от этой технологии, которая стала, ну, как священная корова для западной цивилизации, и нас пытаются убедить, и я просто поражаюсь, когда включаю телевизор, аналитические программы, я поражаюсь с умным видом, люди, у которых за рубежом особняки, там гражданство, у них там всякие суммы денег, то есть они себе там запасные площадки все сделали, и как они пытаются нас убеждать, что вот, хорошо, там Единая Россия опять победила, что там мы идем, развиваем нашу политическую систему, ну, какой бред, какая чушь, мы идем по пути погибели, по тому же пути, по которому гибнет сейчас западная цивилизация, но если для западной цивилизации это неизбежный путь, у меня сейчас, не знаю, хватит ли времени, конечно, если будет время, скажу несколько слов о различии западной русской цивилизации, то для России этот путь, в отличие от запада, у нас есть своя альтернатива, именно та, о чем мы сегодня должны с вами, собственно, поговорить, и что сделать целью нашего дальнейшего развития, альтернатива это так называемое соборное движение, и вот здесь, в этих, в этих, ну, я, тут есть у меня масса книг выложена, которые показывают, что я не совсем новичок в этом деле, и уже там более двадцати лет я публикую серьезные фундаментальные работы на эту тему, и пытаюсь и пытаюсь как-то достучаться до наших соотечественников, но это, конечно, сделать очень трудно, потому что, с моей точки зрения, все мы пребываем во сне, то есть сон, сон этот неявный, а сон такой, сон национального или общественного сознания, то есть мы мы спим, и нас продолжают очень активно убаюкивать, чтобы мы и дальше спали, почему? Понятно, почему. Россия богатейшая страна, и как можно контролировать и грабить ее богатство только в том случае, если хозяин дома спит, ну это евангельская истина, если ты хочешь там разграбить дом, надо связать там, или усыпить, прежде хозяина тогда играть, на какой же, а если он проснется, это уже будет невозможно, и вот вся эта, все эти халифы на час, они все стремятся вот к этому усыплению сознания. Наша задача пробудить, вот никакой другой, я считаю, у нас на первом этапе нет, именно пробудить национальное самосознание, открыть, чтобы люди открыли глаза на мир и увидели, что на самом деле действительно они находятся в какой-то зомбированной спячке, и в условиях вот этой ментальной войны это делается, конечно, очень грамотно, целые работают, я думаю, гигантские институты, разрабатывают, ну и сейчас вся эта IT-технология на это направлена. Как нам можно это сделать, как пробудить? С моей точки зрения, по всем человеческим соображениям, это сделать невозможно. Все очень основательно продумано. представьте себе, сто лет только в период так называемого Бабьего Царства, или как я его называю, придворная оккупация, если за эти сто лет, когда мы пытались выйти на путь своего развития, и то это не удалось сделать, а триста лет после реформ Петра нам навязываются упорно эти западные ценности, как после этого взять и всех пробудить человеческим усилием. При этом против нас мы же там с нагайкой, а против нас мощные силы задействованы, все средства массовой информации, ну, все, что угодно, особенно воздействие на молодежь. Можно сделать это чудом, только чудо может спасти Россию. Какое чудо? Чудо, как известно, сотворить может только один Господь Бог. Кто вымолит у Господа это прощение, покаяние, кто подвигнет его своим перстом вмешаться в наш социальный процесс, чтобы разбудить русский народ. Это никому неизвестно, но ему известно. Я убежден, что он это уже делает. Какие есть свидетельства того, что Господь это делает? Ну, самое явное свидетельство это то, что когда государя вынудили подписать хоть карандашом отречение от престола, была явлена державная икона Божьей Матери, где Божья Матерь в своих руках взяла в свои руки, взяла скипет и держала. Это явный знак, это надо уж быть таким совсем слепым человеком, чтобы не признать, что это явный знак того, что все русское царство обречено на погибель, но оно вознесено на небеса и сама Божья Матерь его несет. Далее масса тысяч, более тысячи двухсот святых было прославлено на юбилейном архиерейском соборе 2000 года. Это больше, чем за все 300 лет катакомб на существование церкви. Конечно, я уже сказал о том, какая роль архиереев, но прославлены же те люди, которые никак не связаны были с предательством, о котором говорил государь. Они честно исполняли свой долг, служили в какой-то деревне, пришли, живем, закопали, утопили. Ну, в общем, тысячи были способов, как бороться с церковью. Это была главная задача большевистской власти уничтожить церковь. И весь этот сон святых, он, конечно, вопиет к небу, и это есть наше небесное воинство, которое, безусловно, не победило. Ну, и во главе этого сонма святых, безусловно, государь, цельмученик Николай. Дело в том, что вокруг процесса отречения и злодейского убийства, которое было совершено по отношению к царской семье, очень много всяких досужих разговоров. А суть предельно проста. Ну, просто она как бы на поверхности. Да, мы знаем, что были много случаев, когда монархи европейские отрекались, были случаи их казни. Но это какие случаи? Когда публично выходили, их там вешали, наверное, на шафот, их там на гильотина и так далее. И народ весь радовался, так же, как, впрочем, радовался, когда Христа распяли. То есть это были позорные страницы для истории Европы, но они имели хоть какой-то вид некой законности, потому что это все было публично сделано, никто не противостоял. Также собирались поступить с императором Севосимовичем. Собирались организовать суд, личность Керенский приезжал в Александровский дворец, конфисковал все личные письма, бумаги, записки государя, была назначена комиссия временного правительства, госкомиссия под руководством адвоката Руднева, которому поручено было проверить все обвинения, обвинений было масса, что, значит, измена свела гнездо в царской семье, что там императрица в пользу Германии там работает и так далее. Что получилось? Получилось то, что комиссия Руднева, а Руднев был, ну, известный адвокат из Астрахани, просто он, как, видимо, был представителем таких демократических убеждений, поэтому его назначили руководителем. Когда он познакомился со всеми документами, комиссия пришла к выводу, что 100% не 99, там, не 80, 100% того, что было высказано обвинительно в адрес семьи и окружения семьи в лице Григория Ефимовича Распутина, 100% ложь. Это решение комиссии было как гром сиясного неба. Ну, как же так? Ведь мы же все были убеждены, газеты, берите все газеты, все писали, как он развратник, как туда, все оказалось лживое. Естественно, была сделана попытка уничтожить решение комиссии, но, к счастью, они сохранились, и любой не может познакомиться. А сам Керенский, когда побывал в царском сельме у государя, он, конечно, готов, ну, представьте, кто такой Керенский, кто такой император разной весовой категории, и когда он уже заранее, конечно, продумал, как он там придет и скажет, гражданин Романов, вы там, ну, и так хотя арестовал его там другие люди, ну, в общем, короче, продумал. Тактику поведения. И когда он увидел императора, он в струнку вытянулся, сказал, ваше величество, ну, и так далее. То есть, понимаете, ну, есть вещи, которые даже на таких, ну, конченных людях, и то они проявляют действие. А потом, когда он вернулся в Питер, он своей сестре, там, ну, эти факты можно уточнить, значит, написал письмо, что мы сделали, мы такого человека, то есть, нет, но он же знал всех этих революционеров, нет никого хоть близко напоминающего по уровню понимания, ну, по всем признакам, которые необходимы для управления государством. Даже, даже этот лидер временного правительства и то был просто обезоружен вот той духовной силой, которая исходила от государя. И, конечно, после того, как государь все-таки призвал всех подчиниться временному правительству, почему это сделал? Понятно, он как помазанник Божий, он как ответственный за всех своих подданных, неважно, какие они верноподданные революционеры, они все равно люди, и он отживал спасение души. Когда он всех призывал подчиниться временному правительству, даже тогда нашлись офицеры, которые еще раз его предали. То есть, сначала они его предали, не обеспечив его защиту, когда его заманили в ловушку русские командующие Северным фронтом, а второй раз предали, когда они увидели, что они просто пешки в этой игре и организовали гражданскую войну. Государь уже тогда их просил не создавать, не организовать братоубийство, всем подчиниться, потому что для него, естественно, было важно, чтобы народ был единый против грозного врага, который представляла Германия, Тармавсты и так далее. И вот эти факты все говорят о том, что эта могучая сила, которая исходила от царской семьи, она, конечно, дошла до самых небес. Ну, и мы знаем по предсказаниям старцев, что действительно наш государь стал первым рядом с Богом. Выше его никто не стал. Ну, и действительно, давайте проанализируем каких-то несколько самых ярких фигур. Ну, возьмем Давида. Царь Давид, это считается образец царства. Ну, сравните царя Давида и императора Николая. Царя Давида он там послал своего воевода, чтобы забрать у него жену, и от него, собственно, и родилась, родился Соломон. правда, не сразу. Первый ребенок умер. Ну, и так далее. То есть, я там могу загибать пальцы, и вы увидите, что это, ну, просто безнравственное поведение. Но это царь Давида. У государя вообще ничего близко к этому не было. Это образец, образец такого хозяина земли русской, образец отца отечества, образец, которому можно подражать. Ну, и даже если его сравнивать с нашими государями, ну, это уже сложнее делать, потому что я люблю, я люблю каждого императора, каждого царя, о каждом могу сказать хорошее слово. Я считаю, что все-таки руководитель, который поставлен во главе русской цивилизации, это номенклатура божественная. Если Господь посчитал, что вот в тот или иной момент нужен там именно этот лидер национальный, именно этот человек, который ведет страну спасения, значит, значит, это так. И тут не очень тактично их сравнивать, но, во всяком случае, по отношению к западным императорам, которых мы благотворили, безусловно, государь нас явно совершенно ни в кое сравнение не идет. И вот такой глава страны, отец нации, был отвергнут народу. Понятно, что этот народ должен был понести тяжелую карту. Слава Богу, как сказано в Евангелии, Господь наказывает там, во всяком случае, до третьего, четвертого поколения идет наказание. Вот примерно к 90-му году это третье и четвертое поколения прошло свой жизненный путь, и путь покаяния, путь наказания или срок наказания, он не стек. Ну, так уж случайно или не случайно получилось, что именно в те годы я, когда-то имея блестящую карьеру научную, политическую, будущий американистом, бывая в Америке, беседуя в собеседниках сенаторов, конгрессменов, помощников сенаторов, я уже тогда к 90-му году пришел к полному убеждению, что в 90-м году баллотировался Верховный Совет РФ, пришел к полному убеждению, что парламентаризм это полный крах, это просто та пропасть, которой нам нельзя проваливаться. И вот с тех пор начал развивать идею альтернативную и спасительную для России, то есть идею создания института народного представительства, альтернативную парламентаризму и партийно-политическому представительству. Эта альтернативная идея разработана была Иоанном Грозном, вот Михаил Михайлович уже немножко отвлекся, думая, что про Александров мы забыли. Нет, не забыли. Действительно, это какое-то чудо в развитии русской цивилизации, когда государь, понимая, что он не в силах, не в силах совладать с этим боярским властолюбием, покидает трон и уходит, оставляет народ без своего попечительства. И надо же, какой был здоровый народ еще в те годы, когда они потребовали у бояр, чтобы вернули царя, уговорили на любых условиях, чтобы он только вернулся. Вот можно ли себе представить сегодня такую ситуацию, когда, допустим, ну, я там не сравнил, Путин, допустим, верховный руководитель, ну, уехал там в Сибири и сказал, да, не вернусь, я буду здесь рыбачить до конца дней своих. Ну, что бы сделало наше властолюбивое боярство? Ой, слава Богу, у нас и столько кандидатов в цари, давайте сейчас изберем там Жириновского, который давно мечтает Тильзюганов, который давно боится этого, ну, или там всякие новые люди есть. Вот тогда еще было настолько ответственным, что они поняли, нет, помазанник Божий, раз тот, кто самим Господом назначен, уходит, отрекается, не в силах совладать с тем состоянием общества, которое есть, то, конечно, надо обязательно его возвратить, иначе мы станем сирками. И бояре вынуждены были направить делегацию на любых условиях вернуть царя. На каких условиях они вернут? На условиях опричнины. Что только детям, бедным не рассказывают про опричнину. Это какие-то мракобесы, там устроили в Александрове какие-то страшные пытки, уничтожали этих несчастных бояр. У меня вопрос к вам, господа, сколько было уничтожено за семь лет опричнины этих несчастных врагов русского государства. Никогда в царстве русском, в Российской империи никогда этим подсчетом не занимались. А в советское время занялись. Вот была такая замечательная школа ленинградская, которые провели полноценный анализ. Вообще в советское время много было, надо сказать, полезного сделано в смысле анализа. Провели анализ, что да, действительно, жертвы были. За семь лет опричнины было уничтожено 2800 человек. 2800 за семь лет. Одна реформа, значит, медная реформа, там, медные деньги, когда Алексей Михайлович Тихрайшев, одна реформа привела к тому, что казнили 15 тысяч человек. Одно момент, просто, когда, ну, нелепая реформа, когда он разрешил добавлять медь в серебро и так далее, надо было бы его на место поставить. Нет, казнили, конечно, тех, кто этим постарался воспользоваться. 15 тысяч казней за, вот, как результат реформы. Ну, и можно перечислять там много всяких. Вот, 2800 человек за 7 лет опричнев. А что в результате опричнев было сделано? Полнейшая реформа государственности. То есть, была создана новая элита дворянская, которые были наделены землями для того, чтобы они могли свободно служить с оружием в руках по защите своего отечества. И все эти удельные князья, то есть, те, которые уже рождались и понимали, что они самим богом поставлены на вечные времена быть какой-то особой кастой, они все были уничтожены. То есть, фактически, феодальная западная структура была уничтожена и была введена дворянская, ну, там, естественно, дети боярские тоже там принимали участие. Но главное, что государь понял, что для того, чтобы иметь какой-то живой контакт с народом, надо создать какой-то институт, в котором бы народ мог выразить свою волю. Вот этот институт и был назван Земским собором. То есть, тот способ выражения народного выразивления, когда от всех сословий, действительно, ну, поначалу это Земский собор представляет только верхние слои управления государства, а постепенно в него входили все практические слои, и действительно, деянием Иоанна Грозного был сформирован русский национальный институт народного волеизъявления. Я говорю русский в том смысле, что это институт русской цивилизации. Разумеется, поскольку речь идет о поземельно-сословном представительстве, то эти представители могли быть кем угодно, потому что важно, чтобы они понимали, какое сословие они представляют и какую землю. Вот и все. И больше никакой премудрости не надо. Не надо совершенно придумывать какому участку спектра, какие там мысли у них гендеры они или трансгендеры. Это просто полная чушь. Ты представляешь ярославских купцов, вот их и представляй, и перед ним неси ответственность. Ты представляешь воинство Александровское, вот и за него ты отвечаешь. То есть совершенно понятно, что при этом возникает полное понимание, кого ты представляешь, и полная ответственность. Ну скажите, пожалуйста, перед кем несет ответственность Жириновский? Ну понятно, только перед тем, с кем он, когда это же бизнес для него, превратил в хороший такой бизнес, свою политическую карьеру. он был владелец и наличной партии перед кем? Перед тем, с кем он договаривается. Ему разрешено высказывать какие-то слова, которые другим запрещены и так далее. То есть какое это имеет отношение к народовластью, к народному представительству и самое главное к тому оживлению системы, когда главенствует правда. мы с вами в течение года говорим на всех наших встречах говорим об одном и том же, что беда современного состояния русской государственности в том, что ушла правда, ушла правда из мира, из жизни. Она ушла не сегодня и не вчера, она ушла давно. Но мы все надеялись, что она в 90-е годы вернется. И действительно в 90-е годы было возможно опубликовать все то, что всегда было под замком. Я просто честно вам скажу, вот я за эти 90-е годы написал все твои труды, потому что оказалось все доступно. Это какая-то была немыслимая свобода. Но она же была и свобода для всякого рода преступлений. Преступлений и уголовных, и финансовых, и нравственных, и каких угодно других. Ну ладно, это время прошло. И сейчас мы говорим, что пришло время правды. Но пришло ли это время? Вот я утверждаю, что то время, которое сегодня пришло, это не время правды. Это время полуправды. Полуправды. А полуправда, она, как известно, еще хуже лжи. Потому что если ложь, с ней, по крайней мере, легко бороться. Ты понимаешь, что да, это ложь. Тот, кто ее высказывает, это лжец, враг. А когда полуправда, это очень сложно разобраться, какая половина правды, какая лжи. И вот это, конечно, очень опасное время. И то, что мы сегодня на своих знаменах написали, что мы в царство правды хотим идти, вот это, я считаю, главный наш призыв. если мы добьемся того, что ложь будет под запретом, что за ложь будут наказывать, что лжецам будет запрещено высказываться, а сегодня все СМИ это все ложь. Ну, то есть полуправда, их нельзя сказать, что они лжецы на сто процентов. Именно вот это полуправда. И в этом смысле она нас, конечно, лежит на всех тех, которые называются разумные от народа, лежит особая ответственность разобраться в том, что есть ложь, а что есть правда. И, конечно, здесь очень многое ложится на ту как раз науку, которую я называю историю Софии. Наука это не считается, а на самом деле это действительно самое важное на сегодняшний момент для русской цивилизации наука, потому что она нам объясняет смысл нашего существования, нам объясняет различные этапы, нам объясняет промыслительные действия в отношении нас со стороны небес, со стороны Господа Бога. И вот та, конечно, драматическая фраза, которая бытует, что Россия это единственная страна в мире, прошлое, которое непредсказуемо, вот надо нам сделать, чтобы эта фраза ушла в прошлое, чтобы мы задумались о том, предсказуемо ли наше прошлое, однозначное ли оно. Можно, конечно, сколько угодно фантазировать, но ведь прошлое, оно одно и то же, оно только разными теоретиками высказывается по-разному, а на самом-то деле одно и то же. И вот когда я вам говорил, что вот надо вернуться к этому к этому образу гребня, что вот русская цивилизация развивается по вершине, идет по вершине гребня, и шаг в сторону влево или вправо одинаково для нее губитель. Вот, к сожалению, сегодня нам как-то пытаются навязать другой образ, что мы идем по серпантинам, и вот мы можем либо наклониться и облокотиться на правую сторону, либо на левую, ну, то есть, грубо говоря, либо на восток, либо на запад. И вот это глубочайшее заблуждение. Почему нам надо обязательно считать, что Россия должна быть либо с западом, либо с востоком? Нет, русская цивилизация самодостаточная, она должна идти своим путем, не огляд, ну, или, по крайней мере, не обязательно, значит, блокируясь и с западом или с востоком. И вот здесь, это сегодня, это не 100 лет, не 200, не 300 лет, сегодня люди вполне здравомыслящие, которые, ну, можно сказать, нашего круга, вот нас в этом убеждают. То есть, опять же, нам навязывают некую полуправду. Надо разобраться, что такое запад и что такое восток. и чем Россия отличается от того и от другого. Ну, понятно, что рамки нашего разговора уже это сделать не позволят, но, во всяком случае, мы должны понимать, что русская цивилизация это тот магистральный путь, который идет через Римскую империю, через принятие христианства и превращение ее в это вот чудо, в Византийскую империю, которая просуществовала более чем тысячи сто лет после принятия христианства. Это вообще уникальный пример в мировой истории, когда более чем тысячи сто лет просуществовало государство после некой реформы, скажем так. И вот это в результате того, чего достигла Византийская империя, осветив всю Европу и весь мир светом Христовой веры, она все это передала России. И поэтому вот эта вот концепция Москва-Третий Рим, это есть концепция преемственности России от великой византийской, а значит и римской империи. Вот это наш крест, это наше достояние, и это наша судьба. А Запад и Восток идут каждый своим путем. Запад идет путем развития так называемого западноевропейского индивидуализма, который привел и уж несомненно в скором времени просто приведет себя к окончательно погибель. А Восток идет своим путем. И вот тем путем, которым идет Восток, об этом надо сказать несколько слов. К сожалению, здравомыслящие люди пытаются здесь немножко все переставить с ног на голову. Дело в том, что Восток, во-первых, что такое Скифия? Вы знаете, Скифия, это древняя Скифия, это античные авторы, там все везде Скифия. Что такое Скифия? Скифия – это не что иное, как Россия. Возьмите хронисты, хронистов византийских, льва диакона, ну и прочих других. Это синонимы. Для них Скифия и Россия – это синонимы. То есть, вся Великая Скифия – это индоевропейский народ, который жил по своим законам древних арийцев, скажем так, и развивал систему городов. Сегодня Аркаим обнаружили и много других городов, много памятников. А вообще в Европе всегда называли Россию страна гордариков. То есть, это страна городов. Естественно, по периферии этой Скифии России было очень много различных кочевых народов. И, в общем, они жили так достаточно мирно с нашими предками. Не было проблем. Но кочевые народы – это особое. Надо почитать Хомякова. У него там все это подробно описано в истории Скифии. Кочевые народы, они, естественно, развиваются по понятным механизмам. Что такое кочевые племена? У них территория обитания ограничена пастбищем. Если пастбищ не хватает, то у них естественный выход либо там друг друга уничтожать, либо там что-то. И мы знаем, что даже целый ряд пустынь искусственного происхождения. Просто их съедают животные. И поэтому у них заложена естественная необходимость борьбы за территорию. Чего нет у индоевропейцев, потому что для городского населения достаточно освоить город, а дальше, пожалуйста, по реке, в лесах развивайся как хочешь. И вот именно в этих кочевых племенах с определенной периодичностью возникали такие, как их пассионарные генерации, которые понимали, что их единственный способ выживания это уничтожение или подчинение своей воле тех, кто занимает их пастбищем. И вот таких можно взять с Киев и кемерейцы там и так далее. В общем, прямо выстроить, в свое время у меня студенты это делали, выстроить, что примерно раз в 200 лет такая генерация возникает, когда появляются такие пассионарии, которые готовы завоевывать, менять родовую структуру этих кочевых пастбищ. И действительно они меняли во многом, но наиболее успешно это удалось Чингискану. Вот действительно его оказалось так, что вот его волна она захликнула буквально всю Евразию. Но надо понимать очень четко, кто такой Чингискан. Но это в общем дикарь. Дикарь в том смысле, как мы это понимаем, да, это из каких-то диких племен периферии древних княжеств, древних царств. И его уровень, его сознание был всегда такой дикарский. То есть для него высшей целью было завоевывать других народ, другие народы, грабить их и, значит, забирать их в жен в свои горе. Никаких других задач, просветительства, создания каких-то там универсальных государств, и так далее, у него не было и быть не могло. Это вам ни Юлий Цезарь, ни Октавиан Август, ни Фридрих Великий, даже я уж не говорю о том, что там не российский император. Никаких этих задач не было. Это дикарь со своими дикарскими привычками и технологиями. И поэтому, когда ему удалось завоевать большую часть Евразии, он, естественно, с дикарским порством подверг все тотальному разрушению. Десятинная церковь, которая была лучше Софии Примурисе, была уничтожена, только сегодня какие-то остатки фундамента мы видим. Все рукописи до татаро-монгольского нашествия, они практически все уничтожены. Можно по пальцам одной руки пересчитать, сколько у нас осталось рукописи. Все остальные уничтожены. Целые города, множество городов были уничтожены с таким зверством, что их просто восстанавливать не имело смысла. На старом месте надо было строить заново на каком-то новом месте. И, конечно, единственное, что его интересовало, это технология завоевания. И поэтому она была использована самая совершенная и, конечно, дикарская. То есть он целый мешки клененных народов гнал впереди своих воинов, которые были таким естественным щитом. И вот находятся люди сегодня, которые вот эти дикарские манеры и эти дикарские результаты возводят в ран у какого-то совершенства. Это просто поразительно. Это самое дно, в которое впала русская цивилизация. Понятно, что с точки зрения промысла Божия, наверное, это было нужно. Почему? Потому что русские, владея всей Евразии, они были настолько гордые, что даже потерпев поражение накалки, даже никто не задумался. Братья, князья, давайте как-то мы все-таки соберемся между собой, объединимся, может, это какая-то страшная сила. Похвалялся великий княж, что пока я с саблей никому здесь не хозяйничаю. То есть, конечно, вот эта гордыня была усмирена. Ну, какой ценой? Просто фантастически дорогой ценой. Мы не знаем ни одного примера, чтобы какая-то мировая цивилизация, вот, претерпев такое разрушение, чтобы она выжила. Слава Богу, русская цивилизация выжила. Благодаря тому, что появился преподобный Сергий, который имеет, как вы знаете, единственный чин, игумен земли русской. Мы знаем чины моченики, великомученики, страстотерпцы и так далее. А он имеет особый, чем игумен земли русской. У нас нет времени подробно это обосновывать, но, поверьте мне, это можно оказать с цифрами, фактами, что именно он, преподобный Сергий, создал из государства, которого не было. Просто его не было. И вот он создал новую, новую, великую цивилизацию. Ну, потом, как известно, была Кульковская битва, и только сто лет спустя, после этой Кульковской битвы, так называемого стояния на угре, когда уже без единой капли крови, было прекращено это иго. Понимаете, и вот, и вот кто-то находит, не знаю, что, как назвать это, значит, объяснять это каким-то благом. И сравнивать это со сталинской эпохой. Да, разумеется, что роднит эпоху татаро-монгольской иго со Сталином. Роднит то, что основная масса ресурсов земли русской уходила на периферию. Но если при Чингисхане это уходило в гаремы, в роскошь там их дворцов, ну и на невольничные рынки, то период Сталина это выходило на просвещение вот всех этих малых народов. этим отличалась вообще всегда русская империя, российская империя. Мы же знаем, что цари за этим императоры следили, чтобы, не дай бог, не унижались какие-то малые народы и даже купцов за это сурово наказывались, на них спаивали малые народы, там, скупая пушнину или рыбу. И то же самое было при Сталине, только было очень сурово и жестоко. Ну разве можно сравнить Сталина и Чингисхана? Сталин образованнейший человек своего времени. Семинарию в конце концов закончил. Ведь даже все, возьмите Черчилля, уж кто может его обвинить в особой любви к России? Он же высказывался много раз, что действительно Сталин производил впечатление на кое, что сразу перед ним как-то хочется вытянуться в струнку. Ну и по деяниям после страшной разрухи этих марксистско-ленинских разрушителей, которые приехали из Америки или из Европы в запломбированном вагоне, вот эту разрушенную страну, он же ее восстановил, превратил в образованнейшую могучую советскую державу. Да, ценой страшных потерь, да, ценой каких-то нечеловеческих усилий, но все равно это же факт, то есть если обращаться к русской, кто-то там вмешивается, надо выключить микрофончик Андрею. Так вот, была ли кровь на руках Сталина? Да, разумеется, была. Мне об этом легко говорить, поскольку я родился практически в лагере с раннего детства, я видел в окно своего дома вышки, эти, значит, толпы, которые гнали на лесоповал заключенных, то есть для меня это все это вполне такая реальность, которую я ощущаю, поэтому я особенно хорошо понимаю все это вранье Солженицына, который написал столько всякой бредятины, и сейчас это бедные школьники должны изучать. На самом деле, конечно, там было все сложнее, надеюсь, появятся люди, которые честно, правдиво это опишут, но если как бы говорить о том, что действительно им можно вменить в вину, заслуги понятны, победа на фашизм, собрание, собрал страну, образование, там и так далее, заслуги понятны, какая может быть вина, об этом тоже очень важно сказать, потому что нам надо все-таки переходить к режиму правды. Вина очень простая и ясная. Тогда, когда уже Сталину не надо было не перед кем пытаться возвысить, когда его авторитет был абсолютный, он был хозяином полумира, он тем не менее со страшной жестокостью, ну не сам, конечно, позволил этим карательным органам разгромить так называемую русскую партию. Вознесенский, член политбюро, с которым он сидел за одним столом, заседали, это был друг семьи, он был растерзан просто этими карателями. Кузнецов, глава питерской, вообще вся вот эта команда, ее назвали русская партия, условно, конечно, чисто, там были разные люди, вся эта команда, которая выросла в пламени, закалилась в пламени войны, и которая могла бы действительно рвануть дальше, ведь мы знаем сейчас примеры того, как действительно в эпоху Сталина так мощно развилась экономика. И фактически они что пытались-то, чего добиться? Ну того, что потом в итоге добились уже другие люди другим путем, ну что Российская Федерация, будучи в составе СССР, не имела никаких институтов, не было ничего, не было российского правительства, не было Российской Академии Наук, не было Российского Комсомола, не было Российской Партии, не было там Российской Академии Наук, ну ничего не было. Совершенно невероятная ситуация. Есть СССР и есть Россия. Россия является львиной долей СССР. Но при этом все, что другие народы и республики имели, Российской Федерации ничего этого не имели. И вот этот перекос в итоге трансформировался в то, что была разгромлена, причем зверски, физически уничтожена такая мощная генерация действительно героев войны. И вот это так называемое русское дело. Я в некоторых своих книгах, допустим, ну я с Газуновым и с Клыковым очень тесно сотрудничаю с книгой Газунов или Газунов. Я немножко к этой теме поношел. Я убежден, что эту тему надо обязательно нам разработать до конца, потому что нельзя двигаться вперед, не очистив наше прошлое, особенно вот наше очень близкое нам прошлое от всех этих рудиментов страшных и советских, и досоветских, каких угодно. То есть надо в царство правды идти, очистив ту стартовую площадку, с которой мы будем начинать нашу работу. И вот мне хотелось бы призвать всех вас, я этим занимаюсь по мере сил, но я думаю, что это дело общее и конечно так или иначе мы должны объединить свои усилия в том, чтобы выйти с чистыми руками, с чистой душой, с чистой совестью на вот тот путь воссоздания подлинных институтов народного волеозеления. И тогда действительно это будет услышано, это будет услышано и Богом, и народом. Народ очень быстро поймет, что вот наконец-то настоящая правда и желание очистить от лжи и все наше настоящее, все наше прошлое. И это будет тем сигналом, который позволит нам начать наше поступательное движение и главное привлечь на свою сторону основные массы народа. Потому что народ разверился. с моей точки зрения вот эти выборы, которые состоялись, это последний выбор. Я думаю, что больше выборов вот этих парламентских не будет. Ну, какие здесь можно привести причины, которые убеждают нас, что они последние? Ну, вы же видите, введены в строй буквально стратегические резервы. Ну, посмотрите, как, ну, там, понятно, что ВВ старается, как он может, как-то это обосновать, объяснить. он говорит, что да, в результате пандемии, там, авторитет партии Единая Россия немножко там понизился. Да, какой понизился? Просто были сверхусилия сделаны, там, машины давай, квартиры, значит, выигрыш, чтобы только люди пришли и отдали возможность для того, чтобы их голосом можно было управлять. И это все видят, и студенты видят, и вообще все жители. Ну, как-то так свыклись, что вот, ну, наверное, эта ложь, она неизбежна. А на самом деле от нее можно избавиться. Ну, и еще такой аргумент, что последние резервы введены, ну, посмотрите, вот Денис Майданов, допустим, ну, мы с ним вместе работаем в нашем общественном совете по культуре. Ну, я вообще всегда общаюсь с ним и глядя на него поражался, как он в этой клаке современной эстрады, как он вообще может существовать. он не просто существует, он там авторитет, он как бы находит способ себя утверждать. И вот там, или, к примеру, допустим, Дмитрий Певцов, ну, это же мастер, мастер, актер, настоящий актер, ну, он особенно в 90-е годы известен, но это же личность. И вот эти люди, казалось бы, значит, вот они вдруг пошли в единую Россию. Почему? Я с ними, правда, этот вопрос не обсуждал, но я могу предположить, почему это они сделали? Их же будут все обвинять, вот и продались режимы тогда. Они сделали потому, что они понимали, что если парламент превратится вот этот парламентский совершенно какой-то балаган, тогда все конец. Надо сохранить хотя бы единство, пусть этой партии, которая уже потеряла всякое доверие, но хотя бы единство. Они взяли на себя удар, ведь их все обвинят, что вы там продали, что вы третий, пятый, десятый. Они сделали свой гражданский выбор, и, конечно, за это их надо только уважать, но я надеюсь, что они тоже понимают. Ладно, мы сделали этот выбор, но все, уже дальше нельзя. Давайте, ребята, кончать с этой ложью, и давайте все-таки начинать говорить правду. Поэтому я верю, что все эти люди, а это достойные очень люди, это действительно, это же не та тусовка какая-то, парламент, которая непонятно откуда взялась, непонятно за какие деньги туда попала. Это люди, или как я шучу всегда, Зюганов прикрылся таким нищим миллиардером, который хозяин еще в Подмосковье. Мы знаем, сколько стоит земля в Подмосковье, он там абсолютный хозяин таких благодатных земель, вот нищий миллиардер. А эти же люди нам известны, нам все про них известно, и вот они пошли туда. Значит, надо этим воспользоваться, что это последний последний наш последний возможность заявить о том, что ладно, мы сегодня так поступили, но только ради того, чтобы кончить все это безобразие, чтобы по-серьезному поставить вопрос о нашей судьбе. И я убежден, что очень многие сегодня ощущают, что мы действительно стоим перед каким-то вызовом, перед каким-то судьбоносным выбором. Мы должны решить и, собственно, по-другому никак не получается. Мы должны решить, либо мы отказываемся от порочного прошлого, либо мы отбрасываем, сбрасываем в себя все эти наросты марксистско-ленинские, либерально-демократические, какие угодно наросты, и понимаем, что да, мы великий народ, который объединился своей судьбой. Здесь все, вот, пожалуйста, Александр Гаронович, мой близкий человек в руках, Северного Кавказа, я сам, мои родители, моя мама Северного Кавказа, отец Пасховской, ну и так далее. Мы все объедены общей судьбой, которая является судьбой Евразии, древней индоевропейской общности. И у нас есть шанс и обязанность вывести нас, прежде всего, самих, вывести на другой путь, избавить нас от всех тех извращений, в которые сегодня просто погрязло, погрязывается стальной мир. Но у нас этот мир должен касаться во вторую очередь. В первую очередь нам надо спасти всю нашу общность, великую общность. Ее называли советский народ, ну, можете назвать как угодно, я ее называю русской цивилизацией. И вот эту общность надо спасать. А спасать простым способом это избавиться от лжи, вернуться на путь правды и запомнить, что у нас есть три столпа, на которых мы опираемся. Первый столб это помощь Господа Бога, второй столб это главенство и лидерство нашего императора, который до сих пор возглавляет наше воинство и все, кто были до этого они все его фактически адъютанты, потому что он на небесах это возглавляет, и на небесах выглавляет всю небесную власть. И третий столб это возврат на свой цивилизационный путь. Вот кто, с моей точки зрения, кто не признает, что вот только на этих трех столпах может возникать наше возрождение, можно называть как угодно прорыв в новый мир, там, это все слова не имеют значения. Важно понимание, какой смысл мы вкладываем. И вот смысл именно такой через царство правды, в царство правды, через вот эти, опираясь на эти три основы нашего будущего. Я думаю, что если мы таким путем пойдем, Александр Горонович, у нас, нам гарантирована помощь небес и поддержка всех народов России. Спасибо. Владимир Ильич, спасибо большое, друзья мои. Я приношу свои извинения, сейчас объясню, мы, честно говоря, мы не предполагали, что у нас сегодня вылез именно такой формат, но то, что это произошло, это замечательно, все по воле Божьей, как говорится, происходит. У нас в воскресенье планируется в 16 часов предсоборное совещение на этом же канале по этому адресу. Я вас всех приглашаю принять в нем участие, потому что мы тот разговор, который сегодня начал Владимир Ильич, мы его обязательно продолжим. Мы на самом деле это, ну, я с вами полностью согласен, Владимир Ильич, это архиважно именно вот сегодня об этом начать заявлять, с тем, чтобы, ну, скажем так, как вы сказали, вот этот вот наш эксперимент недавнем был, но сегодня все-таки заключится, в этой череде, скажем так, экспериментов, которые проводятся над русской цивилизацией, над страной. У нас сейчас просто эфирное время не позволяет нам расширить еще формат нашего временного, скажем так, вот общения, да, поэтому я к вам просьбе большое, не могу вам не дать слова, потому что Михаил Михайлович здесь, Александр Федорович здесь, если можно, друзья мои, ну, вот в режиме телеграфа буквально вот по три минуты с тем, чтобы нам предварить эту встречу вот в воскресенье. Я вас очень прошу, потому что у нас просто на очереди люди стоят по эфиру. Александр Федорович, пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Владимира Ильича за такое фундаментальное выступление, основательное, ну, и то, что мне очень близко, да, вот последние веки, которые, и направление, которое оно обозначено, то, что это возвращение к русской цивилизации, что возвращение, обращение к форме правления, которое тоже обозначилось русское царство, самодержавие, да, и то, что как целеполагание пробуждения сознания русского народа вот на этом этапе. Но я хотел немножко еще с некого другого ракурса посмотреть, что время на самом деле очень сжимается, время сжимается, и думающие люди скажем, с 92-го года и с последнего собора, который прославил новомучеников, царских мучеников прославил, да, было время осмыслить, ищущие люди, думающие, как относиться к тому периоду, к которому мы отошли, и к тех людей, к которым мы прославили, за что мы их прославили. И если люди определились, то они увидели, что какая цивилизация и какое время породило новомучеников и царственных мучеников, в какое время, и какой выбор сделал цвет, скажем, нашей национальности, цвет нашего общества, какой выбор сделал в тех жестких условиях, или приспособиться, как-то к тем условиям, или кому-то покинуть Россию, оказаться за рубеже, да, или идти на Голгоф. То есть было несколько путей, и судьба так распорядилась, не то, что тут все было технологично и слишком продуманно, просто даже обстоятельства так сложились, например, как зарубежная церковь, которую мы в том году праздновали столетия, более стаи архиереп оказалась со стороны Белой армии, со стороны Белой армии оказалась и потеряли связь с поместным собором. Тогда не было ни мобильных телефонов, ни расы, ничего, только было трудно коммуницировать. Ну и вот завершая свою мысль, я хочу сказать, что все думающие люди, как с одной стороны океана, с другой, и русско-россейни, которые в пяти странах мира имеют свои приходы, и которые уходили, что вдруг быстро это все без времени закончится, и готовы были возвратиться, но они чают того, чтобы как раз вернуться в ту Россию, которую потеряли. Поэтому мне хочется сказать, большое спасибо Владимиру Ильичу, и сказать, что на самом деле люди, которые рассеяны по всему миру и разнесли православие чудным образом, как мой друг поэт говорил, что не в изгнании посланий нас Господь благословен. И вот носители русской цивилизации оказались во всем мире, и они несли вот эти ценности, транслировали как могли. Спасибо, Александр Федорович, спасибо, мой дорогой, время ограничено, я вас очень прошу меня простить. Михаил Михайлович, если можно, два слова только, буквально, предельно сжар. Да, я, безусловно, благодарен, что сегодня состоялся такой разговор, благодарен Владимиру Ильичу и всем вам, кто слушал и участвовал в этом разговоре, но он не такой простой, даже вот после такого замечательного выступления Владимира Ильича. Правда всегда на Руси была правдой Божьей, а это значит была истинной, на Божье. Вот от нее надо нам плясать, от нее танцевать и на нее опираться. Вот тогда у нас с вами получится соборность. Согласен, согласен. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Дмитрий Алексеевич, пожалуйста, если вы здесь, пару слов, пожалуйста, если... Очень сжато, прошу вас. Так, Дмитрий Алексеевич у нас не на связи, хорошо. Вардан Инарленович, вы на связи, нет у нас? Дмитрий Алексеевич появился. Здесь звук был выключен. Ну да, Дмитрий Алексеевич, очень коротко прошу. Александр Гарлонович, Владимир Ильич, в общем, чувствую соединение душ и умов, работаем спокойно, в воскресенье подключаемся. Спасибо большое за такой развертый доклад. Договорились. Тогда, друзья мои, я всех вас обнимаю, жму руку и до встречи 3 октября в 16 часов по этой же ссылке, которая у вас была сегодня, спокойно заходим. И там мы уже в большом таком составе, мы конкретно начинаем эту работу подготовить к Земскому собору. Спасибо огромное, до свидания. Спасибо огромное, слушатели. Всем всего доброго, до скорой.